Трампа, то есть Америку раньше, Обаму поддерживали рептилоиды, а Путина – нордическая раса. Людям говорят, ядерная война была 200 лет назад. Они говорят, ну и что? Нам говорят, что вот эта так называемая русская зимушка – зима. Это же ядерная зима-то. Почему война-то 200 лет, я никак не пойму, почему она 200 лет назад-то была? У меня сейчас морозы стоят за тридцатку. Это ядерная зима. Так, ну ладно, вопрос к гостю Рахману. Были ли у вас встречи с хранителями Руси? Теми, которые консультировали самого Сталина. Те, кого называют Георгий Сидоров, служители гора. Вопрос, конечно, интересный, да? Как это говорится. Да-да. Если серьезно, я когда вот первый раз приехал в Омск в июле, да, на день Бога Купала в этот, в Омск. И как раз экзамены за первый курс я был заочником там, значит, сдавать. И я там такую информацию получил, что, значит, эти вот круг ведичей внутренний, которые дали информацию для славян-арийских вед, у них такая позиция, что они как бы, ну, к людям не выйдут. Ну, меня это заинтересовало. И я тогда, в общем-то, сколько мне там, 42 года, и я там, ну, все-таки к ним попал, и среди них выглядел как такой этот мальчик Даун, который вот это случайно забрел в какую-то там эту лесную старушку. Ну, там было много интересного. Они смещаются по реке Времени, то есть, допустим, летит какой-то вертолет, их видит, деревню там, дым идет в тайге, в Урмане, как они говорят. Ну, и там хотят у них устроить призыв в армию. Ну, туда наземную эту экспедицию отправляют, а там ничего нет, там только это вековые кедры шумят. Что еще интересного там было? Книжки большие, значит, в рост человека из этого, не из пергамента, а из кожи. Вот. Письменность. Ну, письменность – это корона, всесветная буквица. Вот. Я спрашивал, почему такие большие книжки. Мне говорили, что это не люди были такие большие, а вот такой был как бы способ хранения информации. Ну, и самое главное резюме, с которым я от них ушел, значит, то, что они к людям не выйдут до тех пор, пока люди сами как бы не научатся смещать себя. Ну, то есть, как в анекдоте, будете у нас на Колыме – заходите. Вот таким вот образом. Как это не фантасмагорично звучит, ну, вот таким вот. Вот такое у меня было как бы это самое знакомство с этими людьми. Сергей, я к ним все-таки настаиваю. Пусть сообщит, откуда произошел человек конкретно, нерасплывчиво. Зоя общая поддерживает. Да, со вчерашнего дня ждем. Может, все-таки ответит. Дело в том, что вот этот вопрос, сама гносеология этого вопроса, она человека в тупик загоняет. Был такой, кстати, слава в Украине, значит, эзотерик, философ Фенерли. У него замечательная работа, можно найти в интернете, называется «Мир как концепция». С точки зрения, зацикленная сама на себя. И сколько бы мы, люди, не задавали себе этот вопрос, мы все время будем собой представлять змейку, которая кусает себя за хвост. Я этот вопрос гносеологически, онтологически решил следующим образом, что всему первоосновы есть человече, то есть мать мира, природа мать. И все, и меня этот вопрос больше, как бы, не мучает. Ну, что с того, если, допустим, в книгах тамплиеров написано, что Рамха озарился светом радости, на Земле были эти астралопитеки, дошла до Земли Инглия и появились кроманьонцы. Меня, например, такое объяснение не устраивает. Мне больше импонирует то, что человек сам является источником всего, включая все эти мифологии сигнальных систем и так далее. Я могу от себя добавить в двух словах, чтобы легче было воспринимать. Я вот приводил когда-то пример, вот возьмите отрезок километры. На этот отрезок мы садим муравья. И вот ему объяснить этот километровый отрезок крайне сложно. Поэтому мы с вами в этом отрезке выбираем всего лишь сантиметр вправо и сантиметр влево. И хотя бы давайте на вот этом сантиметре хотя бы немножко определимся. Очень тяжело для наших человеческих мозгов подниматься очень высоко вверх и очень опускаться низко вниз. Поэтому хотя бы вот этот отрезок разберем. Значит, в этом отрезке есть десятки видов происхождения так называемого человека. Это плод и генной инженерии. Это плод какой-нибудь мутации. Это в упрощенной форме в нашей ячейке завоз других людей. И вообще происхождение человека именно... Ну как происхождение человека? Мы же-то вот как у нас идет свой-чужой? Мы визуально ориентируемся, но внутреннее наполнение у него может быть абсолютно... Он не человек. То есть те же в упрощенной форме, кто смотрел фильм «Чужие среди нас», наглядно показывают, что по улицам ходят визуально человеки, но внутренняя составляющая ничего близко не имеет. Поэтому здесь вопрос задавать, откуда этот скафандр произошел или все-таки сущность человеческая. Потому что миллиарды-миллиарды лет назад в нашей ячейке была кремниевая жизнь. И у меня есть ролик, который называется «Когда-то наши сердца были из камня». То есть сущности находились, грубо говоря, в птицах каменных, в животных и в тех каменных людях. Но это я образно говорю. Смысл того, что мы не были из плоти и крови. То есть когда программист создает 20 лет назад пиксельную графику, то ему приходилось, чтобы прорисовать персонажа. На экране были текстуры с квадратиками. Но по мере продвижения от шлифовки мастерства, мы пришли на тот уровень, что компьютерного персонажа мы уже визуально отождествляем, словно он живой. То есть каждая крупинка у него на лице прорисована. Приблизительно так за миллиарды лет наш скафандр менялся от огромных пикселей в виде огромных камней. Небесная канцелярия оттачивала свое мастерство и создавала для нас это более верный скафандр. Но я главное подчеркну, что не стоит, вот я сейчас озвучил, не стоит это воспринимать, что именно этот вариант. Вариантов существует неисчислимое множество. Дайте боги хоть в этом отрезке сантиметровом хоть чуть-чуть разобраться. Я вот лично всегда говорю, а какое практическое применение может быть определенным знанием, которое мне задают там, как отколупнуть солнце или как пробить купол. Где? Ну это именно наша, да, это славянская менталитетная, чтобы познать мир. Вначале надо как ребенок игрушку разломать и потом все внутри посмотреть. Это такой пытливый наш, это... Ну, Слава, откуда скафандр? Пусть сообщит. Мы-то знаем, откуда он, а вокруг да около. Сергей Яким, хороший человек, не может успокоиться. А какое отношение Тор имеет к тампельерам? Извини, да, перенесло. Ну вот, то самое, Слава, вот твоя модель и твоя интерпретация полностью совпадают с моей. Я рассказываю то же самое, что и ты, только другими словами. Вот я рассказываю так. Река Времени, река Времени, на ее берегах сначала, это самое, кристаллическая жизнь образовалась. И если нашу, вот допустим, Славуту или современное название Днепро взять, то да, вот она, река Времени, и по ее берегам сначала минеральные формы жизни. И, кстати, трогать нельзя. А потом уже, значит, на этих минеральных формах жизни, значит, рекетти, мхи, лишайники, а потом, значит, уже это самое, там, флора, фауна, а потом биоциноз в целокупности, а люди являются интерфейсом этого биоциноза. То есть люди – это тот пульт управления, через который, как бы, можно, как через компьютер, через людей, подключаться к высшему, подключаться к творцам, созидателям. Вот у меня такая, как бы, эта самая концепция. Это ты рассказал абсолютно то же самое. Я к темплиерам никакого отношения не имею. В интернете у них там 70 или 80 книг русских темплиеров. И вот в частности в славяно-арийских ведах «Книга света» это одна из книг темплиеров, которая напечатана этим шрифтом, руническим шрифтом. Я же к ним никакого отношения не имею. И даже не знаю, чем они и как занимаются. Я вот единственное, что в Украине, значит, прошел базовый курс обучения заочно в Янском ордене Зодиака. У них очень интересная космогоническая концепция. Там 17 базовых лекций. За каждую нужно платить. И переход на следующий уровень после отчета. Угадал, не угадал, как в этом едином государственном экзамене. Тогда тебе следующую дают лекцию. Вот. У них концепция, что вот Вселенная, мир из полевого вида, материальный, там, триллионы лет становилось. Ну, а моя концепция, что без человека вообще времени не существует. И реки времени не существует. Поэтому у меня просто... Я, Слава, смотрю на мироздание просто с другого конца. Потому что людям удобнее смотреть на себя, как на муравья, который по миллиардам лет ползает. Вот я уже говорил, сейчас я заканчиваю болтовню свою. Значит, вот у меня ли это исчисление от сотворения Земли, нашей Мидгард-Земли? 6 миллиардов 250 миллионов, 7525. Ну, сейчас люди обрезали, чтобы проще. Они вот эти 6 миллиардов 250 миллионов не говорят, они говорят 7525. Вот. От сотворения мира в звездном храме и так далее. Ну, это год такой был. А 6 миллиардов и 250 миллионов откинули. А для меня это не череда лет. То есть, это не надо сидеть 6 миллиардов 250 миллионов лет, чтобы человек появился. А для меня это как ячейки памяти, как неосвоенные ресурсы. То есть, человек способен регрессировать, и он способен черпать информацию из любого лета. То есть, вот как в фильме «Стартрек» по саге Джима Робинберри, значит, Михаила из рода медведя. Там на «Вайтмаре» набирается звездная дата определенная. Там в начале каждой серии говорится. Звездная дата такая-то, и череда цифр идет. То есть, на пульте управления набирается такое-то, такое-то лето. И они оказываются на определенной планете, в плане существования, в определенной ситуации, и решают там определенную игровую задачу. Вот я так летоисчисление как бы расцениваю. Потому что это людей как бы расхолаживает. Людям говорят, ядерная война была 200 лет назад. Они говорят, ну и что? А если учитывать, что и 200 лет, и сейчас существуют одновременно, то людям уже как бы надо чесать в затылке. Вот таким образом. Да, то есть, я прошу прощения. Вот нам говорят, что вот эта так называемая русская зимушка-зима, это же ядерная зима-то. Почему война-то 200 лет-то, я никак не пойму. Почему она 200 лет назад-то была? У меня сейчас морозы стоят за тридцатку. Это ядерная зима. И где вот, как говорится, эти хлопушки ослабевают, то как бы говорят, вот это потепление вдруг наступает. Кстати, Слава, ты обратил внимание, первое заявление громкое Трампа, нашего Трамплина, значит, заключалось в том, что он официально отказался от концепции глобального потепления. Нет, но я не понял. Да, да. И у него первое, вот первый разговор его был с нашим иньским путем, не о каких-то там, значит, этих эфемерных вещах, типа отмены санкций, вот этих наигранных, а именно они обсуждали, ну, как бы глобальные вопросы. У нас есть такое телевидение, РЕН-ТВ, я сегодня утром его включаю, там говорят. Трампа, то есть Америку раньше, Обаму поддерживали рептилоиды, а Путина – нордическая раса. Вот в какой плоскости идет противостояние. И в том числе и там, и в Украине, и в Сирии, и так далее. И кто сказал, что нам сейчас вот это хлопья снега, на голову сыпется их происхождение? Вот. Кстати, сегодня ночью у меня сражение шло вот надо мной здесь вот в «Жигулях». Это так называемое акустическое оружие. Гул стоял такой, а акустическое оружие, оно может проникать в толщи, как бы, земли и уничтожать эти объекты глубоко, как бы, распрятанные. Здесь у меня в Овском утесе, допустим, бункера, бункер этого Индского пути. И вот над этим бункером шло сражение. То есть все сейчас, все здесь и сейчас происходит. И нету никаких шесть миллиардов лет назад. Это всего-навсего ресурс. Ресурс нашего круголета. Потому что время и пространство – это только категория ума. Вот и все. Так, смотрю вон. Антон, солнечная Испания. С нами привет, Антон. С новым днем, Трамп. Ну, лично я жду, когда РНТВ хотя бы посмеется. Использует словесный оборот, просто словосочетание сотовая земля. Сергей Яким, Путин, Инский путь. Пусть подсказывает же, почему... Ой, браузер запустился и все закрыл. Путина поддерживает норской расой. Идет тотальное уничтожение народа в Руси. Кто не согласен? Это вопрос в Туру или вообще? И это оказался, когда был потеплением. Вот вчера я буквально вставлю. Да, пожалуйста. Пять копеек. Наоборот, лучше так, да. Да, свои пять копеек вставлю как бы. Вот вчера у меня был урок. Мы конкретно разбирали, кто враги людей и сколько людей. И вот мы насчитали вчера рептилоидов, аквоидов, инсектов, арахноидов и приматов. И вот мы каждый вид враждебный людям как бы вчера разбирали. Но они как бы всеместные, потому что СОТО она настолько непреодолима, насколько люди как бы не смещают свою точку сборки. Вот поэтому весь этот зверинец здесь. И я не потому, что люблю Путина или я люблю Трампа. А для меня это вообще как бы, как вот Слава отлично говорит, информационные пиксели. Для меня это просто имена нарицательные, как Бодхит Харма. Вот. Если мне показывают семь каких-то персонажей под общей аббревиатурой Путин. Я же не буду разбираться, кто из них с выпученными глазами, кто с пученными, у кого калмыцкое лицо, значит, кто не может двух слов связать, а кто по-немецки же приехает. Мне это не надо. Для меня это просто как образ. Вот и все. А не то, что у меня какая-то привязанность к каким-то этим самым течениям. А людей мы вчера по пальцам вообще считали. И в том числе мне очень приятно общаться здесь, потому что как бы здесь я, например, вот у Славы чувствую себя дома и в своей тарелке. И слава богам как бы. Да. Да. Что-то я... А, Анастасия. Интересуется, как понять, например, человеки или биороботов, как Настеньке Парченко это понять. Вот пусть это как бы смешным не покажется. Я одно время, значит, общался. Есть же и такие существа, у которых вообще биоскафандра нет. И вот эти все ущербные какие-то вот эти НЛО-авты, вот эти, значит, которые там у них и формы тела-то нет никакой. И вот мне, значит, она здесь как девочка, как женщина, вот. И она мне говорила, что они свои эти самые как бы биологические органы давно уже, значит, заменили на кибернетические. И вообще потеряли как бы свою землю, свою биосферу. И вот они сюда прибыли, и, говорит, вот, значит, Христораде пустите, разместите и так далее. То есть, на самом деле, наш этот самый биоскафандр, это не просто как бы какая-то лишняя деталь или временная. Это большое достояние. Но мы, потому что другие существа, они, например, мечтают, чтобы в человеческое тело залезть. Но что, собственно, и происходит. Вот. А мы как-то вот с учениками разбирали несовершенство нашего биоскафандра. Да, у нас очень много этих тонких мест. У нас коленки не в ту сторону, поэтому мы не можем это самое как кузнечики прыгать. Вот. Я не смеюсь. То есть, у нас вот эти вот трахеи наружу, у нас любая ротация в шейном отделе позвоночника мгновенную смерть вызывает. Вот. То есть, это очень слабые места. Родничок у нас фактически не зарастает всю жизнь. Там с лезвия бритвы кость. Вот. У нас только одно сердце осталось. У нас сейчас в организме никто не перекачивает лимфу. Никто не перекачивает венозную кровь. И когда у нас было два сердца, еще в моем детстве, значит, рождались такие люди, но их сразу в поликлинику для опытов как бы сдавали. Одно сердце отдыхало, второе работало. И жизнь в два раза дольше была. Не, как физиолог Павлов говорил, 150 лет. И смерть раньше считалась насильственной. То есть, двойной запас был. Значит, вторая печень выродилась в селезенку. Вот. Значит, второй желудок выродился в поджелудочную железу. Ну, кое-какие парные органы у нас остались там. То есть, у нас в нашем биоскафандре много прорех. И поскольку люди как бы не занимаются своим развитием, то вот и появляются различные кардиостимуляторы. В сердце там, как этот хирург Амосов говорил, громадные эти известковые камни и прочее, прочее. Поэтому, кто мыслит, тому, как говорится, боги здоровья дают. И вот у нас же есть еще и свой этот самый термоядерный реактор холодного синтеза, который находится у нас под правой ключицей. Это где энергетический центр ЛАДА вот у нас находится. Если люди будут его развивать, если люди будут его чувствовать, то у них появится двойной резерв в организме. А люди деградировали настолько, особенно молодежь, как только им начинаешь про тела рассказывать, они говорят, а это эзотерика, это оторвано вообще от жизни, и она к нам никакого отношения не имеет. Мы только есть кости и мясо и так далее. А наше сознание это продукт деятельности нейронных связей в мозгу. И тем самым люди, конечно, себя обрекают вот на такое жалкое существование. И никакой Путин нас истребляет, а люди просто перестали развиваться. Вот у меня такое восприятие.